В сегодняшнем выпуске в Харькове на площади Конституции прошел митинг против блокировки социальной сети ВКонтакте. 11 мая 2017 года Совет Европейского Союза поддержал решение по либерализации визового режима для Украины, а 17 мая данное решение будет подписано президентом Европарламента. Какие страны украинцы теперь смогут посетить? Какие документы для этого нужны? В каких обстоятельствах возможен отказ во въезде? Смотрите в сюжете информбюро. В Харькове состоялось очередное судебное заседание против Льва Жала, которое уже три месяца находится в следственном изоляторе. Внимание автолюбителям! Какие дороги будут перекрыты 19 и 20 мая в городе Харькове? Анонс ежегодной международной культурной акции «Ночь музеев». Харьковский тигр Елисей отметил первый день рождения. Подробности далее в сюжетах. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Мы сегодня в Харьковае будем публиковать администраторы всех крупных пабликов городских, типичный Днепр, типичный Запорожье. Все будет опубликовано и все будет в этих сообществах. Сейчас нас параллельно в других городах ребята поддерживают. Наш основной посыл это показать, что нам не безразлично, что мы будем за этим вопросом следить и что так сумбурно, спонтанно нельзя принимать решение блокировки социальной сети, в которой работают тысячи украинцев. Она является в принципе сайтом, который дает возможность общаться, обменяться информацией. Узнавать информацию, меняться по интересам. Также есть большие группы и проукраинские на полумиллиона человек, на миллион человек. Украинская революция, Укроп, Украина лаю. То есть не выход из положения просто блокировать всю социальную сеть, ведь можно конкретно правоохранительные органы имеют функционал такой блокировать конкретные паблики, которые работают против украинской государственности, против Украины, дискредитируют ее. То есть это функционально возможно. И сайт ВКонтакте должен работать нормально, и люди должны им пользоваться нормально, зарабатывать денег, кто там продает через него, кто работает в нем, кто там общается, кто смотрит видео. То есть это наш основной посыл. Сейчас мы еще подготовим несколько плакатов и будем уже давать интервью для СМИ и будем объединяться в какую-то одну колонну для фото и видео и так далее. Об акции узнала, конечно же, из социальных сетей. Мои друзья пересылали это все в беседах. Мы сами думали организовать что-то такое, но видели, что это уже есть и решили просто присоединиться. Моя позиция в том, что независимо от того, закрывают контакт, одноклассники, Яндекс, другой какой-то сайт, которым никто никогда не пользуется или что-то делая, суть не в этом. Суть не в том, что мы больше не сможем в контакте скидывать другу в мастике. Суть в том, что это нарушает полностью наши права и свободы, что правительство не имеет права принимать такие решения. И это нарушает Конституцию. Со стороны человека, конечно, кажется, что просто хочется уменьшить поток информации для украинцев с другой стороны, живых трансляций, с любых мест, я бы сказала, прямого общения с людьми. Но как я пиар-менеджер и как пиарщик, я думаю, что это также может быть отвлечение внимания от какой-то глобальной проблемы. Пришел на митинг поддержать отмену запретов. Считаю, что третий украинцев пользуется все-таки социальными сетями. Все-таки нельзя исключать еще почтовые сервисы, Яндекс, Мейл.ру. Большой кран будет для удобства пользователей. То есть очень много сервисов зарегистрированы на именно эти почтовые ящики. Будет крайне неудобно перестроиться под что-то новое в такой короткий срок. Думаю, причина все-таки в том, что это российские компании и деятельность российских компаний на украинском рынке им просто неприемлема. По какой-то причине. Это не так, что выключить 26 миллионов аудиторий, которые находятся в социальной сети, только ВКонтакте, не говоря уже в Мейл.ру, Одноклассниках, все прочее. Но здесь вопрос в том, почему люди все-таки вышли отстаивать права ВКонтакте, Одноклассниках и Мейл.ру, но не вышли отстаивать права платежных систем, которые тоже прекратили свою деятельность. А так, я считаю, что люди, которые здесь находятся, многие по причине того, что у них работа ВКонтакте, допустим, некоторые по причине того, что им просто неудобно будет пользоваться другими социалистами. Совет Европейского Союза 11 мая 2017 года поддержал решение по либерализации визо-режима для украинцев. Официально 17 мая данное соглашение будет подписано президентом Европейского парламента и будет опубликовано в официальном журнале Европейского Союза. Через 20 дней после публикации украинцы смогут пользоваться всеми преимуществами безвизового режима. Безвизовый режим – это упрощенная система пересечения границ Европейского Союза и Украины, которая не требует получения визы для посещения Шенгенской зоны. Обязательным условием безвизового режима является наличие биометрического паспорта. Биометрический паспорт содержит электронный чип, который включает в себя электронную фотографию владельца, электронную цифровую подпись, а также его отпечатки пальцев. Чтобы получить заграничный паспорт, можно обратиться в любую миграционную службу города Харькова, области, а также по месту жительства и заказать себе при наличии паспорта гражданина Украины, идентификационного кода, а также оплаты госпошлины в размере 580 грн. Количество дней пребывания в Европейском Союзе составляет 90 дней в течение полугода. Для упрощения жизни путешественников они могут воспользоваться услугой калькулятора на сайте Европейского Союза и самостоятельно подсчитать, не превысили ли они пребывание срока в Европейском Союзе. Безвизовый режим распространяется на три блока стран Европейского Союза. Это 22 страны, которые входят в Шенгенскую зону, а именно Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Также четыре страны, которые входят в состав Европейского Союза, но которые не входят в Шенгенскую зону. Это Болгария, Хорватия, Кипр и Румыния. И четыре страны, которые не входят в Европейский Союз, но участвуют в Шенгенском соглашении. Это Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швеция. Для посещения Великобритании, которые запустили процесс выхода из состава Европейского Союза, является обязателем наличия визы. На них не распространяется данное условие, так как они ведут свою собственную миграционную политику. Какие документы у вас могут потребовать пограничники при пересечении границы? Это именно наличие обязательно заграничного биометрического паспорта. Кроме этого, они могут спросить у вас цель поездки. Вы должны аргументированно сказать, что это за поездка в целях бизнеса, туризма, обучения. Гости вас пригласили, возможно, и подтвердить соответствующими документами. Подтверждающими документами в данном случае являются приглашение стороны, которое вас приглашает в гости, программа конференции, краткосрочные программы обучения, которые не превышают 90 дней, обратные билеты и обязательно подтверждение брони к гостинице. Если же вы гостиницу не бронируете, можно указать адрес, у кого вы остановитесь из друзей. Что касается подтверждения вашей финансовой платежеспособности. Для этого сейчас не нужно предоставлять, как раньше, обязательно выписки из банка, движения по счетам за последние полгода. То есть достаточно предъявить либо наличные деньги, что они у вас есть в зависимости от количества дней пребывания, либо это могут быть международные банковские карточки, виза, мастер-карты другие, либо же это там какие-то тревел-чеки. Но любые подтверждающие документы вы должны убедить пограничника, что данного количества денег вам хватит на то, чтобы пребывать определенное количество дней в Европейском Союзе, а также данных денег вам хватит на возврат домой. Причинами отказа для въезда в Европейский Союз это является отсутствие биометрического заграничного паспорта, если путешественник не может аргументировать цель своей поездки, отсутствие подтверждения денежных средств у него, если он не может предоставить ничего, наличие так называемых красных флажков в шенгенской системе относительно путешественника, это если он совершил какие-либо преступления или его было депортировано за нарушение миграционного законодательства. Безвизовый режим для деток. Что касается деток, также им необходимо иметь биометрический заграничный паспорт. Для получения заграничного биометрического паспорта детки до 16 лет обращаются обязательно с родителями в миграционную службу, для того, чтобы получить заграничный паспорт. До 12 лет деткам не нужно делать отпечатки пальцев и сканировать их цифровую подпись. Отпечатки пальцев и цифровая подпись для деток делаются после 14 лет. Обязательным условием для получения биометрического заграничного паспорта для деток является наличие внутреннего паспорта гражданина Украины. То есть, если они не получили украинский паспорт, они не могут обратиться, чтобы получить сразу заграничный. Также они должны предоставить идентификационный код, оплату госпошлины, фотографию. Если ребенок рожден вне брака, то обязательно присутствие обоих родителей. Если нет одного из родителей по каким-то причинам, либо он умер, без вести пропал, такого присутствия не требуется. Если вы хотите отправить свою чаду за границу для путешествия со школой, с какой-то группой в целях каких-то поездах, там спортивных, возможно, мероприятий, можно оформить доверенность на сопутствующее лицо. Обязательно нужно указать страну, цель поездки и контактные данные человека, которому вы доверяете своего ребенка. Это будет нотариальное разрешение от обоих родителей. Для жителей Донбасса порядок посещения стран Европейского Союза следующий. Они также имеют право посещать Европейский Союз без визы, только при наличии биометрического украинского заграничного паспорта. Если у них нет данных документов и они предоставляют российский паспорт гражданина России после аннексии данных территорий, то им нужно получать визу и при обращении в консульство им будет отказано в получении данной визы. Данные условия не распространяются на жителей Крыма или других этих оккупированных территорий, если они получили российское гражданство до событий аннексии. Граждане Украины, которые проживают в автономной республике Крым, они могут обратиться в ближайшую миграционную службу Украины в Херсонской области по адресу поселок Новотроицкая, улица Чапаева, 8. Просим провести непосредственный эксперимент непосредственно на месте с участием всех потерпевших, независимо друг от друга, чтобы каждый потерпевший и свидетель указали механизм события по телесным и по хулиганке и с участием жалоб. Таких ответов на свои ходатайства я не получаю. Сколько может грозить его жалоб? До 7 лет. Ничего себе. А кому выгодно, как вы считаете, его посадить? Я не готов. Я не готов предполагать. Я готов сейчас говорить о фактах, что следователь и прокурор фактически игнорируют все доказательства, которые я сейчас собираю и буду собирать. Нами, мною, жало составлено заявление про преступление. Заява про злочин следователя. Мы считаем, жало считает, что следователь как минимум превышает свои полномочия и пользуется своими функциями для того, чтобы мы предполагаем, что следователь владеет информацией, что жало заведомо не виновен. Заведомо не виновен в этих действиях, которые ему инкриминируют. С нами подано заявление о преступлении. Конечно же, в 24 часа, как это говорит кодекс, оно не внесено в ЕРДР. Нами подана скарга, жалоба следственному суде в Червонозаводской суд. Судья Шелест. Всех приглашаем. Я, возможно, буду, не буду в заседании. 25 числа судья Шелест будет рассматривать жалобу о внесении в ЕРДР заявления о преступлении следователя Дроботова заявления от жалоб. Прокурор ответил, что можно. Да, у нас нормально. Я бы, конечно, заступил. Прошу. 16 октября 2017 года в судовое заседание Урешук-Савдирькина презентация по вопросам адвоката Савчак про изменения заплаты и жена захода относительно подозрения Жалобского. Это особи, которые прибыли в судовое заседание. Савчак. Захисник подозренного Жалоб Савчак Ярослав Олегович. 18.11.1982 года. Проживаю где зареєстрованы. М. Киев, вл. Урлевская, 17. Працюю директором адвокатского бюро Савчак. Підозренный. Жалоб Лев Владимирович. Договорил. 6 марта 1995 года. Працюдий. Прокурор Видио у прокуратуры Харківской области нацевой Андрій Сергеевич. Процессуальный перениток. Прозр 있다고 у Савчак. Я хочу суд звернути увагу, що до мого клопотання ставитися, що воно заявлено не у тому провадженні, яке вказано 75-59, беручи до уваги витяг з кримінального провадження, ставитися до мого клопотання, що станом на сьогодні, на дану хвилину, стало відомо, що жало є підозреним формально по іншим цифрам кримінального провадження, яке закінчується на цифри 634. Тому я з цього і мав намір розпочати, що ставитися до даного клопотання, що воно заявлено відносно підозреного, яке є підозреним по кримінальному провадженню 634. Якщо технічний момент, навіть слідчий хоче послатися, що я не є записаний. Чи ви не розумієте, ви захисник з юридичної освіти, чи з якої ви освіти? Як це так? Підождіть, ви ж сказали, я ж вас вислухала, як це ставитися до клопотання в іншому провадженні. Ви клопотання подали під яким номером? Ми ж якого кримінального провадження ви подали клопотання? Ваша честь, це просто юридичної маніпуляції. Підождіть, можна я вас відповідь, в якому провадженні ви подали клопотання? Скажіть мені, будь ласка. Ваша честь, я подав клопотання у провадженні 75-59 ту інформацію, яку я знав. Я його отримала як свідчий суддя в неавтоматичному розподілі. Чому? Тому що воно подано за тим, за тієм провадженням, за яким вже колись був автоматичний розподіл. Я розглядаю. Якщо ви будете вважати необхідним подати якісь клопотання в інших провадженнях, будь ласка, вадіть себе як юрист. Рішення я могу прокомментировать, як таке, що противоречить Кримінально-процессуальному кодексу, поскольку мною було заявлено ходатайство об змініні меры пресечення жалу Льву Владимировичу. Я в этом ходатайстві выступав як защитник, і в соответствію з кодексом я собрал целий ряд доказательств, а именно допросил свидетелей, собрал доказательства относительно телефонії, провёл другие действия, сбор других доказательств. Эти все доказательства я собрал воедино і использував як обосновання ходатайства об змініні меры пресечення, беря дополнительного внимання то, що за три місяці следствия следователь, по моєму мненню, не провёл всіх надлежащих следственних действий, які були необхідними в данному кримінальному производстві. Зазі чим я просил судю? Изменить меру пресечення с содержанием подстражей без альтернативи залога, на содержание подстражей с альтернативой залога. Но судья воспользовалась такой непроцессуальным, на мой взгляд, основанием, что следователь прямо в заседании принёс постановление о выделении производства в другое, относительно жала. Соответственно, формально изменился только лишь номер производства. По сути, отношения остались старыми, что есть жала, ему вручено подозрение, он содержится под стражей. И судья, не рассматривая по сути доказательства, отказала в ходатайстве по одной лишь формальной причине, что возникшее новое производство, о котором мы узнали в судебном заседании, в нём, соответственно, это ходатайство моё об изменении меры пресечения не заявлялось. Потому что, повторюсь, об этом новом производстве мы узнали в судебном заседании. И, соответственно, судья, сославшись, что относительно жала, есть новое производство, а мы обратились в каком-то другом производстве, к тому же, в том производстве, к которому мы обратились, следствие приостановлено. Поэтому вот единое основание, которое использовала судья, как то, что не существует производства действующего, не приостановленного. В связи с этим отказала. Поэтому мы решение считаем таким, что не соответствует нормам КПК, к тому же, что оно не может быть оспорено. Поэтому мы будем работать в новом производстве, в котором фигурирует один подозреваемый жала, в котором мы не далее, чем завтра, подадим ходатайство об изменении меры пресечения жала. То есть я подписал, это формализм, я переподписал договор, я стал представителем жала, но в другом производстве, новом. И в этом новом завтра мы подадим ходатайство об изменении меры пресечения по тем же основаниям, которые нами собраны. Если руководствоваться логикой следователя, то тогда в новом производстве, формально в новых цифрах производства, мера пресечения не избиралась. Потому как мера пресечения избирается относительно человека. Относительно человека нами было подано ходатайство. Поэтому в новом, соответственно, не избиралась. Вот в этом и есть нелогичность и абсурдность решения, что формально судья отказала, что вот есть новое производство, а то производство, в котором мы обратились, оно приостановлено. Поэтому именно по единому этому основанию отказ в удовлетворении нашего, по сути, ходатайства. Новый следственный судья может возникнуть только лишь, если формально цифры производства ЕРДР, формально номер ЕРДР меняется. У нас сейчас, пожалуй, сегодня в заседании формально изменился номер ЕРДР. В связи с этим завтра мной будет подаваться ходатайство в новом производстве ЕРДР. И, соответственно, по делопроизводству суда это ходатайство будет поддано автоматическому распределению. И, вероятно, автомат определит снова судью Колесник. Вероятно, автомат определит другую судью. Но я лишь поправлю, что из всех известных мне судов, в которых я принимал участие в Украине, в частности, даже в Киеве, нет такой нормы, в котором все последующие ходатайства по производству передаются одному и тому же суде. Тут такая норма есть. В связи с этим все жалобы, все ходатайства, как мои, так и прокуроры, рассматривала следственный судья Колесник. Однозначно произошла манипуляция, как угодно, любым эпитетом это можно называть. Потому что, я повторюсь, о том, что производство выделено в отношении жала в новый номер, то есть мы узнали прямо в судебном заседании. Причем, что следователь, выделяя производство, он мог выделить производство относительно других лиц с новым номером, и жало он мог оставить старый номер. Поэтому это бы формально позволило не цепляться за этот факт. Следовательно, на наш взгляд, умышленно создал нам самую примитивную подножку. Выделив, причем, что я говорю, это не подножка, что судья поверила этим основаниям, поскольку кодексом, я повторюсь, ходатайство заявлялось относительно человека. Какое формально номер производства, это значение юридического не имеет. 19-го числа с 17.00 и до конца, до окончания мероприятия, до же демонтажа площадь будет перекрыта. То есть с 17.00 19-го числа, 19-го мая до 22.00, 20-го числа площадь Свободы будет закрыта для движения транспортных средств. Помимо того, в день мероприятия 20.05-го с 8 часов утра проезд на площадь Свободы со стороны улицы Тринклера, проспекта Науки будет закрыт. С 10.00 движение транспортных средств по улицам проспект Науки от памятника Харька до Атакара Яроша, проспект Науки в обратную сторону до улицы Новгородская, улица Новгородская, Динамовская, Сумская. Делаем левый поворот по улице Ярослава Мудрого. Выезжаем на улицу Алчевских с правой стороны улицы Чернышевского до улицы Скрипника. Поворот опять правый на улицу Сумскую. Соответственно, все эти улицы с 10.00 до 13.00 будут перекрыты. После 13.00 движение открывается для всех транспортных средств. И таким образом велосипедисты становятся участниками дорожного движения. Посмотрим, как активно поддержат нас харьковчане, потому что программа, судя по этому перечню, очень интересная, очень насыщенная. И как ее, конечно, все посмотреть, я не представляю. Может, кому-то удастся. А еще я хочу сказать, что искренне нам завидуют и восхищаются наши коллеги из других городов. Потому что вот недавно я общалась с непровцами, правильно сейчас непровцы, с киевлянами. И вот они говорят, что их начинание с ночи музеев дальше, чем объединиться 2-3 максимума организации, не получается. А вот у нас, мало того, что нас более 30, так у нас курсирует много лет подряд такой фестивальный автобус. И мы все друг друга знаем, помогаем и горим горячим желанием попасть друг к другу на программу, потому что все так соблазнительно и интересно. Ну и тогда 2 минуты истории, чтобы мы оценили, какой большой путь мы с вами смогли пройти. 8 лет назад впервые стоял на табурете Гаммадзиньковский. Один всю ночь, 24 часа, посреди муниципальной галереи. Вокруг него происходила куча интересных действий, общалась молодежь, играла музыка. Вот таким образом стартовала ночь музея в Харькове. Вот посмотрите, сколько всего произошло за эти годы. И как Гаммед, инициатива муниципалки, энтузиазм ваш и наш смог превратить это событие в такое яркое, но, наверное, из самых интересных культурных начинаний в городе. А я еще так мельком, проходя по городу, смотрю, что к 20-го числа в ночь музеев к нам призаменяются не только музейщики. Фестивали-опера, они устроили у себя ночь оперы. Различные другие такие полукультурные учреждения тоже к нам подтягиваются. Так что я думаю, что за нашим начинанием будущее... В этом году будет курсировать один автобус. Он будет идти... Начало его, значит, от галереи Семирадского. Это майдан Свободы, 6. Это здание университета Карадзина напротив Газпрома. Будут инкурсировать... Раньше он инкурсировал, ну, все другие годы он инкурсировал с 6 до 10, в этом году он с 6 до 11. Муниципальная галерея, так как получилась в этом году, большой, грандиозный ремонт. Но так как тема этой ночи музея, музей и суперечная история, то мы решили задействовать этот ремонтный наш основной зал, в котором будет экспозиция со всем ремонтным антуражем. Это будет перформанс киевской художницы Анизур. Это как бы предреклама нашего кураторского интенсива, который будет в сентябре. Предреклама. Там будет ночь перформанса. Ну, и много всяких интересных мелочей. Вот, хэппенинги. Интересная театральная программа будет уже полдесятого. И Муниципальная галерея в этом году будет работать для 11 часов. В этом году к нам присоединилась первая в Харькове детская галерея Азанезимаза. Азанезимаза, и у них там будут всякие детские штучки. Спасибо большое. До свидания. Удачи. Начиная с 1995 года Харьковский зоопарк купил программу по разведению и сохранению мужских тигр. Это традиционный вид. До вступления в программу по разведению мужских тигров мы содержали различные подвиды тигров. И тропические, и различные смешанные гибриды этих животных. Но сейчас мы занимаемся именно чистой линией мужских подвидов обычного тигра. Это амурский тигр. И с тех пор мы участвуем в различных компаниях, подбираем пары. Это процесс достаточно сложный, потому что всеми зоопарками руководит один куратор, который подбирает генетически необходимых особей для каждого зоопарка. Вот Елисей является особью этой программы. И он приехал сюда, чтобы создать у нас новую пару. К сожалению, наша старая самка, которая неоднократно приносила малышей, уже в возрасте. Она выведена из размножения. А Елисей начнет новый этап этой работы в западе. Возраст, который мы будем соединять с потенциальной самкой, будет около 2-3 лет. Но этот процесс отдается этим животным. Они сами там соединяются, решают эти вопросы. Соопарк старается поддерживать естественное поведение. Но это произойдет не раньше, чем мы построим новый комплекс для содержания амурских тигра. Редактор субтитров А.Семкин